Здравствуйте всем, меня зовут Лидия. Я сегодня выступаю, так сказать, совершенно необычным для себя амплуа. Если раньше снимала, так сказать, криминальные всякие видео из своей многолетней практики о книгах и еще о чем-то прочитанном и так далее, то сегодня я решила снять это видео как крик души. Извините, конечно, потому что так наболело, что я решила выплеснуть это все, попросить совета, если кто-то чем-то может помочь в той ситуации, в которой оказалась наша семья. Я с нашего здравоохранения, знаете ли, грубо говоря, хирею. Если раньше, положим, были годы в советские времена, попасть к врачу сложно, нужно было заранее, утречком, раным-раном занять очередь, ты получил то гражданное талон, и куда еще попало. Дальше уже понакатанное, сдал анализы, и ТНН, и все это идет своим чередом. То есть проблем каких-то таких не было. Конечно, медицина, в общем-то, желала быть более лучшей, но что имеем, то имеем. Хотя бы чего-то, как-то медицинская помощь оказывалась бесплатно, абсолютно бесплатно, всегда и вовремя, по крайней мере, вот так. То теперь ситуация изменилась. Я не понимаю вообще, в связи с чем, видимо, есть какое-то постановление Минздрава по этому поводу, я, когда не посмотрела, есть ли он, появились вдруг какие-то присловутые две недели. Врачу нельзя попасть на прием к любому врачу, не супер-пупер, там, какому-то редкому совершенно, типа гематологу, например, там, или еще кому-то, а к любому терапевту, дежурному, вот, участковому терапевту на прием попасть нельзя ранее двух недель. Я сама оказалась в такой ситуации в январе месяце. У меня подключился ИГРПЕС, совершенно неожиданно для меня, откуда-то. Я не знала, что это такое, но боли испытывала страшные, вот, правые лопатки и дальше здесь подмышка и грудь. То есть, болело ужасно, и поэтому я, естественно, тут же поскакала в кожно-гриологический диспансер. Захожу, не души, не души, времени было где-то 10 утра, наверное. Вокруг не души в диспансере, ни одного пациента нет, как такового. Смотрю, значит, расписание, там числится дерматологов 15 штук, посчитала специально. Я в дистанцию говорю, извините, конечно, больна весьма, болит, знаете, сильно болит, терпения моего нету, надо мне, видимо, к дерматологу, она говорит, через две недели, пожалуйста, я вас запишу. Я говорю, болит! Она говорит, так что, я здесь что сделаю? Две недели, будьте здоровы, придете, вас посмотрят только тогда. Да, я говорю, так я сдох на Джока Болевого за эти две недели, мои какие проблемы. Идите платно тогда, либо-либо, а куда деваться? Болит же, побежала, 700 рублей заплатила, подошла к дерматологу, которого тоже никого не было вообще до этого. Одну секунду глянул, герпес, выписал таблетки, выписал обезболивающие, мази, и ты, все, одна минута делов, и я пошла. Все, вот такова медицинская помощь у нас. Только заплати, и ты, возможно, что-то получишь. Я почему себя еще привела? Потому что теперь нагрянула на нас вот такое вот несчастье. У моей родной сестры муж страшный диагноз рак. Онкология, у него качественная опухоль пищевода, причем треть пищевода, треть, и просвет всего лишь 6 мм. Боли страшные испытывают. То есть, ну и медики слышали, что когда появляется болевой синдром, то как бы уже поздновато метаться и что-то делать. То есть, неоперабельно и так, и так, и так, и так. Если он случайно обнаруживает на дисциплинизации или там при каком-то случайном обследовании, что-то кто-то обратил внимание, как на ранних первых, вторых стадиях, тогда да. А вот третья, четвертая, это уже, ну, четвертая мы уже и не говорим. Там уже сделать ничего нельзя. У него же болевой синдром появился, причем сильный, еще в декабре месяце. У нас на пороге, так сказать, за окном май. Но он не имел возможности, был на вахте в районе крайнего сервера, поэтому медицинский учреждений, понятно, в тундре нет. И вот он приехал, когда на обезболивающих таблетках взял, приехал только вот в марте месяце домой, сюда, в Черногорск. Ну и сразу же, значит, пошли они к коврачу. А к коврачу никак не попадешь, потому что вот эти самые две недели. Но надо же какие-то обследования пройти, какие-то анализы. Анализы же не сдашь, пока тебе терапевт не напишет направление. Поэтому платно, конечно, а куда деваться, более страшно. Поэтому, значит, они прошли УЗИ всей брюшной полости, УЗИ сердца. Значит, сдали анализы все там, начиная от крови, мочи и бог знает еще чего. Они по великому плату, платно прошли ФГС. И вот только на ФГС после этого, когда врач Пасантыла вышел, на гистологию взяли. Но я вначале подумал, что ну, дело понятно. Вначале, видимо, это химический ожог пищевода. А он там глотнул в свое время винного уксуса. Ну, я уж не знаю, одиноксус, это же не уксусная кислота, извините, винный совершенно такой, что-то такой, трепь пищевода. Ну, и гистологические исследования взяли кусочки этой ткани. Но я думаю, это дело обычное, то есть эта процедура положена так взять на гистологические исследования. Через две недели, чудо-то, господи, прости, две недели нужно было посмотреть вот это, проверить вот эти вот образцы, гистологические. Ну, вот тогда и обнаружилась онкология. Блокачественная опухоль. Конечно, в панике, в отчаянии, это понятно любому, такой страшный диагноз, который чем заканчивает, совсем прекрасно известно. Коврычу попасть нельзя, никоим образом вообще. Еле-еле, значит, там попали, через две недели от этих пресловутых. Онколога, кстати, нет в Черногорске, два числятся, ни одного нет вообще. Оба в отпусках. Вот так лопатчик распорядился, видите, ни одного онколога в городе вообще. Два и оба одновременно в отпуске. Какой-то там Алиев, молоденький мальчишечка сидит, не онколог вовсе, молчит, как рот воды набрал. Ну, рак, ну и что, сидите, ждите. Мест нет в онкодиспансере, ждите, покуда. День будет после праздников, после дождиков, четверг, это надо ждать еще почти месяц. А после праздников у нас майские, сами знаете. Прошли майские праздники уже, а никто не мочит, не делится, никто не звонит, не сообщает, что можно уже где-то как-то. Сами побежали уже, вот, буквально 22-го числа. Эй, эй, уже это, где, чего, уже времени, и боли такие, что терпения нет. Каждый человек, принимая таблетки, не помогает. Кстати, вот на это обследование, на лекарства, которые выписал платные, гастроэнтерологи у него были, и прочие дела, онкологи, сельдники, к лекарствам не прописал. Видимо, только нож, единственное лекарство. Так вот, потрачено было, не много, не мало, 60 тысяч за две недели на обследование, на лекарства, чтобы обзаболивающие купить, мальгели, там. Один комплект таблеток стоит дорогущий 11 тысяч, представьте себе, чтобы пролечиться. Ну, ладно бы, ладно бы, если бы хотя бы был какой-то долг, потратили 60 тысяч, оба пенсионера, надо сказать, им 62 года, моя сестра и ее муж, сын, так сказать, в долгах, в шелках, в кредитах, да, и они тоже так вышивали всю жизнь в долг. Ну, вот так и оказалось, да, на той неделе, где-то 18 числа, по-моему, или 17 мая, прорвались к медсестре, там доктора никогда нет, который, то ли онколог, то ли вообще неизвестно кто. Медсестра говорит, ну, могу вот есть только место на 25 число. Медсестра взболилась, говорит, ну, нельзя ли побыстрее как-то, потому что он есть ничего не может, а часу голода осталось, он ужасно хочет есть, а есть ничего не может, потому что 6 миллиметров просвет всего, и при любом глотательном движении, будь то в водах, он хоть что, ужасная боль начинается. Ну, поискала, вот на 23-й там кто-то отказался, может на 23-й, на 9-й часов, но в полную уверенность выписала направление, только, говорит, быстренько сбегать, сделать электрокандидиаграмму, потому что без этого диспансерия не принимает вообще. Хотя до этого делали электрокандидиаграмму, она есть, живая, никаких патологий не обнаружила, но хорошо, провели, сделали, в полной уверенности, что это госпитализация. Сегодня утром, в 9 утра, они собрали, значит, сумки, пищу там, соки, воды, всякие одежды и прочие дела. Да, приезжают они, в приемный покой, как вводятся, делают это вроде как обычно, говорят, а ничего подобного, идите в регистатуру. Зачем? Положено отдать регистатуру, приемный покой, здесь пришли в регистатуру. Так, оказывается, это вовсе даже не госпитализация, а полтора месяца ждали, а если бы не настаивали еще слезно, так еще бы ждали, бог знает сколько. Это только попасть на прием к терапевту. К онкотерапевту попасть на прием, нужно ждать полтора месяца. А ведь коню понятно, любому ребенку известно, что как бы опухоль имеет свойство растеть, причем очень быстро, и дорастает до таких пор, когда становится неопирательной, и помочь уже ничем невозможно. И слушать ничего не хотят. Такова очередь, таков порядок. Вот, к тому же у нас ремонт. Знаете ли, ремонт необходимо делать прямо вот, вот прямо сейчас и никогда. А толпы народов, такое впечатление говорит, что буквально вся республика Хакасии страдает экологическими заболеваниями. Толпы народов, вот толпы буквально стать негде. Никого никуда не принимают, попасть никуда ничего нельзя. Ну, 10-го июня у нас ремонт, а вы больные онкологические, идите, идите, задыхайте, если время вам пришло. А нет, так ждите еще. Пусть у вас там вырастет такое, что мы потом все равно вас пошлем, ничем помочь не можем. Вы знаете, меня наводит на мысль прямо-таки привлечь все Министерство здравоохранения, привести онкологический диспансер, к уголовной ответственности, по статье 24 уголовного кодекса, за не оказание помощи больному. За не оказание помощи нуждающимися, находящимися в опасном для жизни состоянии. Вот кто-нибудь со мной не согласится, что онкологическое заболевание не ставит жизнь человека в опасное состояние. Я думаю, такого не найдется ни одного. Ни одного. Это же не грипп, извините, который сам пройдет. Если ты попьешь таблетки, выздоровеешь через 6,5 дня, а если не будешь пить, то через 7, самообразуется как бы. И вот эта вот ситуация с логическими больными меня настолько ушибла, ребят, я в бешенстве, я могу заикаться за нашим здравоохранениям, только заикаясь. Вот я не могу найти никаких слов. Это что такое делается-то? А ведь здоровье нации кричат. Диспансеризацию вот придумали. И дети, ваш год вот подошел, мне, кстати, тоже где-то пришла смс-ка, вы можете пройти диспансеризацию. Спасибо, конечно. И на этом все. Больше-то ничего. Объявление. У нас в Абакане отгрохали огромное восьмиэтажное здание такое красивейшее. В бухле-то миллиардов, я не знаю, сколько, где деньги взяли, непонятно. На дотации республик постоянно. Типа центр здоровья. Я там как-то зашла, там на всех этих этажах нету ни одного человека, потому что платная там диагностика, и объявление у нас на подъездах расписывали. Пожалуйте к нам. Мы работаем по программе здоровья нации. Спасибо вам, конечно, правительство и все остальные. Три тысячи рублей всего стоит диагностика, идите к нам, пожалуйста. А бесплатно никак нельзя. У нас по Конституции как бы медицинская помощь, как и образование, бесплатно же. Ее обязаны оказывать нуждающимся, незамедлительно, незамедлительно, и оказывать необходимую помощь. Тоже незамедлительно. Ну вот, мое возмущение, я да не помню, чтобы я чем-то возмущалась еще настолько эмоционально. Взять, конечно, одна несозорная брань, у него просто нервы уже не в порядке. И мысль о суициде даже, было бы уже застрелился, потому что боли терпеть невозможно, пролечиться невозможно, помочь ему никто не может. А делать-то что? И в таком состоянии не он один? Не он один. Среди часа говорят, утром в этом диспансере, около регистраторы, толпа народу, один старичок преклонных лет уже, он где-то, три месяца езжу уже. Три месяца, один сдам анализ, а через две недели приезжают, мне говорят, еще надо другой анализ, а там очередь уже прошла, где меня ставили, может, положили бы. И так и три месяца, и конца края не видно. Ну, на этом все. Простите, пожалуйста, за столь эмоциональный всплеск, но я не знаю, где добиться какой-то помощи. Эффективной, незамедлительной и бесплатной. Мы готовы были даже на платную, сестра даже кредит взяла, хотя этап кредита в 100 тысяч рублей. Они полагали наивные, что 100 тысяч не можно обойтись, например, поехать к ресторану, потому что пока они не капученькие онкологи-хирурги. Сходи в ближайший город Кровевой, Красноярск, и там платно, хотя бы платно, быстро сделать операцию. Знаете, сколько это стоит? 47 тысяч долларов. Всего там все. 3 миллиона. У нас квартира 4-х комнатная стоит 3 миллиона. Продать квартиру, продать все, продать себя в рабстве, сделать операцию. А, плюс еще анализы целая куча. А самый простенький, типа анализ мочи, стоит 300 долларов. Вот так как. Такие-то цены. Видимо, слишком сложно там, в этой больнице, провести анализ мочи, анализ крови. Для этого нужно какое-то особое оборудование. Анализ кала там даже посмотреть. Я не знаю. Я просто пришел к выводу, что это просто геноцид своего народа с таким здравоохранением. Вымрите все, сдохните. Раз больны, ну, гитлеровское чистое. Раз больны, от винта. На этом все. Спасибо. Спасибо.